МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на 24КЗ в студии Бутагу Саркулова. Здравствуйте. Более 28 миллиардов тенге выделено завершение строительства многопрофильного больничного комплекса в Ридере. Такое решение приняло правительство. Возводить объект начали три года назад. Это большой стационар на 200 коек и поликлиника на 500 посещений в смену. Общая стоимость проекта составила свыше 34 миллиардов тенге. Отмечу площадь нового многопрофильного комплекса 40 тысяч квадратных метров. Больницу оснастят современным медоборудованием. Работать здесь будут свыше 500 сотрудников. Напомню, ранее в ходе рабочей поездки в Восточный Казахстан премьер-министру во время осмотра стройплощадки рассказали о потребности в финансировании проекта. Принятые меры не допустят, чтобы социально значимый объект попал в список долгостроев и обеспечить жителей качественными и доступными медуслугами. В Казахстане отобрали 113 научных проектов по приоритетным для экономики направлениям. Их профинансируют в ближайшие два года. Всего на рассмотрение высшей научно-технической комиссии поступило 653 предложения от ученых. Как пояснили в правительстве, их будут поддерживать через гранты, целевое финансирование и привлекать частных инвесторов. Премьер-министр обозначил важность научных разработок для усиления промышленного потенциала страны. Уже Азбектинов подчеркнул, что от этой работы зависит деятельность малого и среднего бизнеса с привязкой к якорным проектам крупных предприятий. Глава правительства поручил предусмотреть индикатор по науке в планах развития регионов. Как отметили в правительстве, это даст новый стимул развитию экономики регионов. На сегодняшний день проведены 6 крупных хакатонов со всеми крупными предприятиями горно-металлургической отрасли. Всего приняло порядка 200 ученых из порядка 30 наших ведущих научно-исследовательских институтов и вузов. По итогам сформулировано порядка 80 научно-технических заданий, но на комиссию мы сегодня выносим 11 конкретных проектов. Таким образом, 10% всех научно-технических заданий в этом году это уже по итогам реальной работы с крупными предприятиями. Очень важно, что теперь в работу включается обновленная Национальная академия наук при президенте и анализ, экспертизу научно-технических заданий также проводит Академия наук. Все научно-технические задания прошли очень строгий отбор. Уже имеем в своем портфеле реализованный проект совместно с казахстанской наукой. Это проект по переработке технического селена в марочный селен. Суть такая, что мы в первую очередь, во-первых, доизвлекаем ценные компоненты из драгметального шлака и повышаем марочность селена. Если смотреть с точки зрения капитальных затрат, это порядка 7 миллионов долларов предприятие затратило и порядка 2-2,5 миллиона долларов в зависимости от применяемых цен. То есть дополнительно дохода наше предприятие сегодня получает за счет получения доп. компонента. То есть относительно, опять, если смотреть сектор ГМК, это, я считаю, вполне себе хорошие сроки окупаемости данного проекта. И, соответственно, вот живой пример той самой синергии между отечественной наукой и бизнесом. С 2027 года в стране введут лицензирование детских садов. Это одна из поправок в закон по вопросам образования и защиты прав ребенка. Сегодня документ приняли депутаты Мужериса во втором чтении, и он направлен в Сенат. Кроме того, документ определяет правовую основу работы приемных профессиональных семей. Еще одна новелла. Ученики частных школ смогут претендовать на получение социальной помощи от местных акиматов. Как выяснилось, в частных учреждениях образования сегодня обучаются 25 тысяч детей из социально уязвимых категорий, и которые не получают помощь от государства. Между тем, родителям полумиллиона школьников из тех же категорий семей помогают собраться в школу, покупают одежду и канцелярию в рамках всеобуча, а государство оплачивает питание. Также по новому закону введут в колледжах, в колледжах вводится онлайн обучение и принцип академической мобильности. Хотим обсудить этот документ подробнее. По зуму к нам подключается депутат Мужериса парламента Каракат Абден. Добрый день. Добрый день. Каракат Абден, вот документ в первом чтении принят всего две недели назад, обсуждался. Тогда он вызвал бурное обсуждение. Прошло две недели. Скажите, какие-то изменения были внесены? Ну, во-первых, были закреплены основные нормы, которые обсуждались. Я имею в виду, что утвердены, сегодня вводится само понятие профессиональная приемная семья. Я хочу, чтобы для всех колоссанцев было понятно, есть международное понимание этого определения. Фостерные семьи. Вот мы все смотрим эти западные фильмы и знаем, что дети усынавливаются в семьи. К сожалению, на сегодняшний день у нас 5000 детей-сирот в стране. И теперь эти дети будут переведены, в соответствии с этим законом, в профессиональные приемные семьи. Конечно, государство и до сих пор тоже выделяло немало средств для этих детей. Но тем не менее, и у меня был отдельный депутатский запрос по этому вопросу. Нигде детям не будет так хорошо, как в семьях. Поэтому я очень радуюсь, что наконец-то мы сегодня продвинули этот вопрос. И наши дети получат возможность иметь, получить, проживать в семье. Это международная практика. Я как раз таки хотела спросить подробнее об этом. Документ вводит новую форму попечительства, профессиональные семьи. А сколько таких семей? И какие теперь прогнозы? Какая-то аналитика была, наверное, сделана? Вот была апробация в регионах самой этой модели. И она дала хороший опыт. Показала, что, в принципе, эта модель хорошо работает у нас. Сколько таких семей будет, пока сложно сказать. Потому что в целом я вот сейчас сказала, что около 5000 детей у нас имеется на сегодняшний день. Ну а далее уже, как они будут распределены в семье, это уже вопрос времени. А потом все будет сделано понятно поэтапно, не в один день. Все это, чтобы с таким безболезненно и комфортно для наших детей. Это самое главное. Жаркая полемика была вокруг лицензирования организации дошкольного дополнительного образования. В итоге эта норма будет работать. А какие требования к получению лицензии? Вы верно сказали, да. Было очень много споров, нужно ли лицензировать дошкольные организации или нет. И здесь было мнение разделились. С одной стороны, действительно, в свое время эти дошкольные организации частных, много садов было открыто с тем, чтобы охватить, обеспечить охват детей. И в этом отношении частный бизнес, частные детские сады в свое время спасли ситуацию. И сейчас, конечно же, понятно их недовольство, что снова будет лицензирование. Что касается лицензирования, хочу напомнить, что до 2010 года все дошкольные учреждения у нас лицензировались. Затем были изменения, внесены изменения в закон о лицензировании. И лицензирование было отменено с тем, чтобы избежать коррупции. То есть опасения по этому поводу, они также остаются. Но, тем не менее, большинством голосов надо признать, что во втором чтении лицензирование дошкольных организаций было принято. Но теперь, если поставить бизнесу жесткие рамки, требования, не получится ли так, что стоимость в тех организациях, которые смогли получить лицензию, будет просто неподъемной? Вы абсолютно правильно задаете вопрос. Именно поэтому введение лицензирования будет только с 2027 года. Опять-таки, чтобы прийти к этому наиболее безболезненно. То есть за это время, до 2027 года, нужно будет, что называется, подтянуть хвосты и так далее. И чтобы избежать этих ситуаций, что в один день закроются все сады, было принято такое решение с 2027 года. Вы считаете, что у предпринимателей есть два года? Да, у предпринимателей есть два года для того, чтобы решить все вопросы. А примерно какие требования будут выставляться для получения лицензии? Ну и надо понимать, что лицензирование определяет все стандарты. Каким должно быть здание, каким должен быть персонал, все документы и так далее. Там есть специальные требования. Эти требования они и были. Но опять-таки, справедливости ради, я хочу отметить, что и сейчас частные дошкольные учреждения работают с исполнением вот этих требований. Но лицензирование будет лишь дополнительным инструментом. Хорошо, спасибо большое. Теперь посмотрим, что скажут депутаты Сената. Напомню, у нас на прямой связи со студией была депутат-мужлица парламента Каракат Абден. Спасибо еще раз большое. Продолжаем выпуск. Теперь к другим темам. Инвесторам, которые готовы вложить в развитие рыбной отрасли не менее 550 миллионов тенге, будут выдавать водоемы без конкурса. Это одна из норм законопроекта об аквакультуре, которую сегодня в первом чтении одобрили депутаты-мужлица. Если инвестор планирует расширить или восстановить старые мощности, то обязан вложить не менее 370 миллионов тенге. Еще одно новшество – увеличение сроков закрепления рыбохозяйственных водоемов за бизнесом. Минимальный срок увеличен с 5 до 10 лет, а максимальный с 25 до 49 лет. Кроме того, ввели ограничения для предпринимателей из реестра недобросовестных субъектов. Получившие водоемы и земли для занятий аквакультурой уже не смогут изменить их целевое назначение. Эти и другие меры, предусмотренные в законопроекте, должны помочь насытить отечественный рынок рыбной продукции. В прошлом году в стране произвели всего 64 тысячи тонн рыбы. Этого недостаточно, если учесть, что ВОЗ рекомендует потреблять 16 килограммов рыбы в год. Казахстанцы съедают в 4 раза меньше этой нормы. На 24КЗ новости мы продолжаем. Режим ЧС, объявленный во время паводка, до сих пор сохраняется в Харасузском районе Хостанайской области. Там продолжают устранять последствия паводка. С полей и дорог все еще надо отвезти больше миллиарда кубов воды. В регионе впервые прорыли искусственное русло протяженностью в 14 километров. Как оно справляется со своей задачей, узнавала Наталья Строкова. Во время паводка в Харасузский район пришло полтора миллиарда кубометров воды. Она заняла площадь в 620 квадратных километров. Чтобы сбросить этот объем воды, в районе построили вот такой искусственный канал. По нему ежедневно в соседние реки сбрасывают по 2 миллиона кубометров воды. Во время паводка в районе соединились пять озер. В результате скопился большой объем воды. Путь для ее отвода проложили за три месяца. Сброс начали в конце октября. За это время уровень воды снизился на 40 сантиметров. До этого, говорит Аким Карасузского района, Кайрат Успанов, пиковые показатели доходили до метра 80. Больше 15% нашей линии электропередач находятся, к сожалению, под водой остались. Задача первая у нас – освободить опорные столбы. Вторая – наши трассы. Это областная трасса, которая на Кустанаве ведет, соединяет районный центр. Она под водой находится. С весны жители Карасу добираются в областной центр в объезд. А это дополнительный крюк в 100 километров. Чтобы быстрее восстановить транспортное сообщение и освободить низины к следующему паводку, местные власти приняли решение увеличить пропуск воды. Предназначенные для этого трубы на дорогах с потоком не справлялись. Начальник отдела ПОЧС Карасузского района Сейцаруар Кульбаев показывает разрывы на трассах областного и районного значения. Их сделали на время сброса воды. Это сообщение Карасу-Севастополь. И у нас подъезд к селу Новоселовка тоже принято решение, потому что канал проходит через эту дорогу. По ту сторону дороги остается 5 населенных пунктов. Никто не отрезан. Сообщение к ним есть через Сараколь. Продукты, все может оттуда доставляться. Ну, кто в райцентр приезжает там в больницу и так далее, мы через моторную лодку, спасатель у нас дежурит, переправляем на ту сторону. Гидропост 2 на время. Доложите по уровню воды. По демам уровня воды не замечается без происшествия. Всего в Карасузском районе в круглосуточном режиме работают 4 гидропоста. Они контролируют сброс воды по искусственному каналу на протяжении всех 14 километров. По данным представителей чрезвычайной службы, несмотря на принятые меры, уровень воды спадает медленно. Разобраться в причинах Аким Карасузского района Кайрат Оспанов пригласил специалистов по водным ресурсам из столицы. Будут направлены сюда специалисты для того, чтобы уже с научной точки зрения дали обоснованные нам выводы, сделали анализ, исследование. Возможно, идет где-то какая-то подпитка, понимаете, чтобы исключить эти факты. В районе планируют отвезти хотя бы половину скопившейся воды. Сбрасывать ее по искусственному каналу будут, разумеется, пока не ударят морозы. И она не замерзнет. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, 24 КИЗ. В Шымкенте обследовали водохранилища Ахжары и Тикису. Их построили почти полвека назад. Они собирают талые дождевые воды, которыми затем рожают сельхозугодий. Время не щадит даже самые прочные конструкции. И состояние водохранилищ стало вызывать опасения у экспертов. К какому выводу они пришли, знает Катерина Попкова. Побережье водохранилища Ахжар поросло не быльем, но камышом. Построили его почти полвека назад, в 1980 году. По итогам обследования было принято решение о капитальном ремонте. Специалисты подсчитали, на реконструкцию понадобится 793 миллиона тенге. Последствия многолетней эксплуатации решено устранять на деньги из местного бюджета. Согласно дефектному акту, дно требует механической очистки от ила и грязи. И это лишь малая часть работ, пояснил начальник отдела предупреждения ЧАЭС Ирисмат Махмудов. Дамба требует капитального ремонта, обновления, шлюзы. Потом имеется у них аварийный сброс, также ремонт аварийного сброса. Полное отсутствие освещения. Будут установить освещение, ограждение и установка системы оповещения. Жители ближайшего населенного пункта с одноименным названием Акжар воду из водохранилища раньше использовали для полива сельхозкультур. Биби Нуртаженова с сожалением отмечает, что состояние водного объекта давно перестало отвечать их потребностям. Здесь вода только для скота. Я думаю, что угрозы полного заполнения нет. Летом воды становится еще меньше, даже на огород не хватает. Судьба другого водохранилища Тикису пока остается неясной. Специалисты завершили обследование, но расчеты необходимых затрат еще предстоит утвердить. Отметил замруководителя управления развития комфортной городской среды Мурат Абдрахманов. Итоговое заключение состояния плотины и дна влияния на близлежащие населенные пункты отправлено в водную инспекцию. После прохождения определенных процедур проект войдет в план следующего года. Несмотря на выявленные дефекты, специалисты заверили, что в настоящее время угрозы безопасности от водохранилищ нет. Однако напомнили о сезонных рисках. Водоемы подпитываются из горных районов Туркестанской области. Если зима будет снежная, весной выпадут обильные дожди, Шимкент может столкнуться с паводками. Специалисты определили 14 паводкоопасных участков, где начали очистку сбросных каналов. Это увеличит их пропускную способность. Катерина Попкова, Нурмахамбек Муратов, Самат Нагашбекулы, Шимкент, 24КЗ. Отечественные производители подписали сегодня меморандум о сотрудничестве в сфере развития обрабатывающей промышленности. Сделали это на полях биржи субконтрактов, которая прошла в столице. Совместная работа выведет на новый уровень отрасль машиностроения уверенные предприниматели. На форуме можно было найти новые рынки сбыта, расширить связи для развития бизнеса, установить долгосрочные партнерские отношения. Крупные предприятия и отечественные производители подписали 5 соглашений на сумму более 5 миллиардов тенге. Обсудим это событие подробнее. По зуму к нам присоединяется заместитель председателя правления Казахстанского центра индустрии экспорта Айдар Кужахметов. Айдар, здравствуйте. Как меня слышно? Да, слышно, отлично. Подписан в меморандум о сотрудничестве в сфере развития обрабатывающей промышленности и долгосрочные договоры между заказчиками и местными производителями. Какие компании подписали его и что им это дает? Можно подробнее? Да. При поддержке Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан сегодня был организован форум биржи субконтрактов 2024. В рамках него, как вы сказали, отметили, был подписан меморандум о сотрудничестве между компаниями Казиндустрии, Казцинк, Казахмыс и Ерджи. Эти три компании являются крупными игроками горно-металлургического сектора нашей страны. За данное сотрудничество нацелено на дальнейшее проведение углубленного анализа закупок недропользователей, так как они являются субъектами регулированных закупок, выявление потенциальных товаров на импортозамещение, заключение офт-контракторов и увеличение именно производства товаров, обрабатывающих промышленность в таких секторах, так как машиностроение, легкая промышленность, химическая промышленность, металлургия, стройматериалы. Обсудили сегодня и увеличение объемов производства за счет закупок недропользователей. Расскажите, как вы планируете, скажем так, мотивировать недропользователей, заставить? Спасибо за вопрос. Здесь по поручению в рамках послания народу Казахстана главу государства отмечено, чтобы увеличить долю участия местных товаропроизводителей в регулированных закупках субъектами крупного бизнеса. Так, в соответствии с поручением премьер-министра, министерством промышленности и строительства проводится работа по совершенствованию законодательной базы в рамках регулированных закупок, чтобы, так скажем, мотивировать наших крупных игроков, чтобы они увеличили свою долю внутрестановой ценности, так скажем. В рамках данных законопроекта поправок подусматривается со стороны крупных ГМК-предприятий создание и формирование программы внутрестановой ценности. Необходимо отметить, что со стороны крупных игроков ГМК-сектора проводится проактивная работа, и в текущем году заключено 246 долгосрочных договоров на сумму порядка 109 миллиардов тенге и 39 офтей-контрактов на сумму 25 миллиардов тенге порядка. Эти показатели являются рекордными в этом году. За всю историю до этого таких объемов контрактов долгосрочных договоров не было. Ну и в целом расскажите, как работает биржа субконтрактов в нашей стране и кто может стать участником? Данное мероприятие проводится ежегодно. В целом там участвуют в этом году. Приняли участие крупные предприятия горно-металлургического комплекса. Это, как я отметил, крупные компании Казминевск, Казахмыск, Казынки, Ерджи, Самрук Казна, а также предприятия нефтегазового отрасли. Со стороны отечественных товаропроизводителей приняло участие порядка 60 компаний и заключили 5 соглашений на сумму более 5 миллиардов тенге. Здесь в целом про механизм самоорганизации данного мероприятия мы как бы заблаговременно, заранее всем заинтересованным сторонам, как со стороны крупных заказчиков, а также поставщиков отечественных товаропроизводителей, направляем информацию о проведении данного мероприятия. И все извиняющие желания участвовать в данном мероприятии, они как бы беспрепятственно могут принимать на данном мероприятии участие. Следующее мероприятие такое когда состоится? Планируем на следующий год в рамках крупных форумов отраслевых, как форум машиностроения, машиностроителей Казахстана, а также форум ГМК, Астана, Майник и Металлуржи, которые уже годно проводятся. Хорошо, спасибо большое, Айдар, за то, что нашли время, ответили на наши вопросы. Напомню, по зуму к нам подключался заместитель председателя правления Казахстанского центра индустрии и экспорта Айдар Кужахметов. Еще раз спасибо. Спасибо. Теперь к другим темам. Разработанную студентами Восточного Казахстана информационную систему 1С колледж могут внедрить по всей республике. Комплексное цифровое решение по управлению деятельностью среднеспециальных учебных заведений представили заместителю премьер-министра страны Усть-Каменогорске. Тамара Двизенова встретилась с педагогическими коллективами области и поставила задачу системно улучшить все сферы от дошкольного и среднего до профессионально-технического и высшего образования. Политехнический колледж Усть-Каменогорска – настоящая кузница кадров для теплоэнергетики региона. Учебное заведение существует уже 70 лет и подготовило 25 тысяч специалистов. Причем обучение ведется по дуальной системе. Студенты не только изучают теорию, но и познают свою профессию на практике, параллельно получая за это заработную плату. Поэтому и результаты высокие. Буквально за день до встречи с вице-премьером с республиканского чемпионата WorldSkills они привезли две золотые и по одной серебряной и бронзовой медали. А их IT-наработки заинтересовали Тамару Дюсенову. Задание вашим всем ребятам, которые здесь участвуют. Если вы эту программу сделаете, если мы возьмем за основу, то тогда можно будет одну программу сделать на весь Казахстан и все колледжи пусть работают. Поработайте. Поработаем. Речь идет об информационной системе «Один из колледж». В нее уже интегрированы бухгалтерские программы, электронный журнал посещений, практики и многие другие моменты. Все они позволяют отслеживать жизнь колледжа и его студентов. Поэтому нам есть что предложить абитуриентам. Было бы желание учиться в нашем заведении, делится его директор Исатай Исин. Основная проблема в том, что молодежь не хочет получать технические профессии, рабочие квалификации. В связи с тем, что сфера производства малооплачиваемая на сегодняшний день, малопривлекательная. Поэтому сейчас важно поднимать статус производственников. Не случайно в следующий год президент объявил годом рабочих профессий. Начнется и трансформация самой системы технического образования. Рассматривает возможность отправлять на практику за границу педагогов колледжей. Меняет подход к подушевому финансированию. Если колледжи внедрят международные стандарты образования, то смогут получать от государства больше денег за каждого студента. Главная задача – качественно подготовить кадры. Восток страны остро нуждается в специалистах. Поэтому вузы региона привлекают молодежь уже из других областей по программе «Серпен». Ее выпускник Дидар Сейджан лично рассказал заместителю главы правительства о плюсах проекта. Программа «Серпен» дала мне очень много возможностей. По приезду из Туркестана я оттуда родом. Нас сразу обеспечили общежитием, стипендиями. После окончания вуза сразу трудоустроили. Я сейчас лектор в Аманжолов университете. Учусь на докторантуре. Женился. Стал отцом. Получил уже жилье по программе «Жас Халым» всего под 5% годовых. Но есть и проблемы. Не все выпускники отрабатывают обязательные два года в регионе. Они предпочитают поступать в магистратуру, а после вернуться на малую родину, на юг Казахстана. Поэтому местные власти попросили вице-премьера внести изменения в программу. Сейчас в области по проекту «Серпен» обучаются 580 студентов. Некоторые из них выбрали для себя особенно востребованную специальность – социальную педагогику. Будущие дефектологи и логопеды на деле познают все тонкости профессии. В Аманжолов университете работает Центр непрерывного и инклюзивного образования «Данабала». Здесь студенты напрямую взаимодействуют с особенными детьми и профессиональными инструкторами, улучшая свои практические навыки. А малыши получают такие необходимые им услуги реабилитации. Кульбану Баубаева приводит сюда свою внучку Айлану с диагнозом ДЦП. И уже за пару месяцев увидят первые результаты. Такие центры жизненно необходимы нашим детям. Они здесь учатся общаться друг с другом, социализируются. Мы ходим и на лечебную физкультуру. В итоге внучка научилась опираться на руки, сидеть, хотя раньше не сидела. И это все бесплатно. Ведь только родители не могут оплатить реабилитацию. Поэтому их дети просто сидят дома. И чем раньше начать реабилитацию, особенно для детей с нарушениями речи, отставанием в развитии, тем больше шансов у них попасть в обычную школу и учиться наравне со сверстниками. Тамара Дюйсенова на совещании с директорами средних учебных заведений дала поручение максимально улучшить качество образования. Для этого в каждом районе определены опорные образовательные учреждения. Опорные школы могут стать драйвером развития всех других школ в районах. Все, чему нас учат, мы передаем коллегам. При этом в нашем учебном заведении создали все условия. Мы получили новое оборудование, обустроили кабинеты. В итоге дети теперь с удовольствием занимаются. И уже побеждают в конкурсах и олимпиадах. Обратила внимание заместитель премьер-министра и на тему преемственности в образовании. Почти половина выпускников детских садов в Казахстане приходят в первый класс неготовыми к школе. Ситуацию нужно менять. Синхронизировать программу обучения в школах и садах, считает Тамара Дюйсенова. Необходимо внедрять и ваучерную систему финансирования. Родителям дается полное право выбирать садик. В зависимости от того, что хочет близко к работе, близко к дому или же по качеству. Если родитель выбрал, то деньги, значит, пойдут за ребенком. То есть подушевую финансирование пойдет на тот садик, который выбрал родитель. Это приведет к расширению доступности садов, усилению конкуренции между ними. И, следовательно, повысит качество оказания услуг. В целом, сфера образования под пристальным вниманием главы государства. В Казахстане законодательно закрепили статус педагогов, повысили им заработные платы, увеличили количество грантов в вузах для будущих преподавателей. Теперь настало время показывать результат и достижения. Для этого учителям необходимо повышать квалификацию, отметила Тамара Дюсенова. Анна Люсенбергна, Чирвоваканов, Усть-Каменогорск, 24, Кизет. Из завершения выпуска путешественник Омар-Нок преодолел путь из Египта в Японию. На это ему потребовалось 9 месяцев. Мужчина добирался до страны восходящего солнца любыми способами, только не самолетом. Вместо этого он использовал лодки, поезда, автобусы, верблюдов, лошадей и автостол. Всего Омар преодолел около 46 тысяч километров, проехав через Китай, Кыргызстан, Афганистан и другие страны. Для сравнения, перелет из Каира в Токио занял бы всего 12 часов. Герой ежедневно делился своими приключениями в Инстаграм. На его страницу в соцсети за это время подписалось больше 750 тысяч человек. По словам Нока, такой формат путешествия позволил ему увидеть больше интересных мест и получить незабываемый опыт. К этому часу у нас все. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok